Далеко не так оптимистично обстоят дела у жителей многоквартирных домов по улице Ржевская. Грибок, сырость и неприятный запах – это их постоянные проблемы. Уже не первый год подвалы домов там затапливают водой. Сложившаяся ситуация разбиралась наш корреспондент. Дом номер 6 по улице Ржевской, 1928 года постройки. Он пережил разные времена. Однако сейчас жильцы опасаются, что здание просто рухнет из-за постоянно затопленного подвала. Управляющая компания, по словам жильцов, на их обращение никак не реагирует. Устав от постоянного игнорирования, люди начали решать проблему самостоятельно. В этом году мы собрались, три машины за свой счет вызывали, выкачивали эту воду, вскрыли этот пол, откуда льется. Нашли источник, то есть там, как сказать, дырочка в грунте. Из этой дырочки как будто кран открыли. И струя прям льется, не прекращаясь. На данный момент сейчас у нас мы купили за свой счет насос. То есть каждые три часа выкачиваем воду оттуда. А это еще один дом с такой же проблемой. Он находится по адресу улицы Ржевская, дом 3. Больше всего страдают жители первого этажа. В их квартирах начинает появляться плесень. Первый этаж и вся вот эта вот вся влага, вся вот это вот все идет ко мне, конечно. У меня стены уже зеленее, чернее. То есть это, естественно, отражается на нашем здоровье. Мы постоянно кашляем, постоянно болеем. И что дальше? Постоянно на таблетках что ли жить? Это тоже не выход из положения. Такая же проблема у жильцов дома номер 5 по той же Ржевской улице. Вода из подвала дома никуда не уходит, а только прибывает. К слову, как измечают жильцы, с отключением отопления вода в подвале пропадает. В прошлом году Тверская генерация в районе 20-х чисел августа, они мне позвонили, сказали, что будут проводить опрессовку. Нам надо было все выключить, все сделать, как обычно, все отопление отключается. В течение двух дней я в подвал не спускалась, а потом спустилась. 22 августа вода ушла. Только Тверская генерация выключила горячую воду у всего населения здесь и отопление они проводили, работы. У нас вода ушла моментально. Как они подключили горячую воду, вода сразу набралась. Пол подвала воды. По словам жильцов всех трех домов, они обращались в Тверь водоканал и Тверскую генерацию. Но решение наболевшего вопроса пока так и не получили. Водоканал приезжал, говорят, у нас ледяная вода. Ну, как из-под крана, кран открываем, там ледяная, рука замерзнет. Такая нет, не ледяная, она такая, ну, комфортная. Они говорят в теплоузел. Теплоузел я тоже обзванивала с 27 февраля. И они только вот вчера приехали. Тверская генерация приехала, тоже говорят, что не горячая вода. Это, ну, естественно, пока по грунту доберется, она, ну, остывает. И комфортная температура у нас из-за этого. Ну, вот. Нет, она должна парить. Мы уже не знаем, что с этим делать, как с этим бороться. Тверская генерация открещивается. Не наша вода. Брали у меня пробы на эту воду. Ответа ни письменного никакого они не дали. Ничего. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, мы отправили запрос в Тверь-водоканал. Как сообщили в компании, по данному адресу представители коммунального предприятия, 29 марта встретились и с жителями, и с председателем ТСЖ. Однако на встречу не явилась управляющая компания. В этой связи встреча перенесена на 2 апреля. В ней также примут участие представители Тверской генерации, администрации района и управляющих компаний. А мы продолжим следить за развитием событий на улице Ржевской.